Здравствуйте всем! Мы продолжаем изучать мифы из книги Каляды, относящиеся к эпохе проявлений тёмных сил, к эпохе Индры. В прошлый раз мы разбирали миф о рождении Индры, его пути, о его деяниях, о уроках, которые он проходил, и достали оттуда достаточной информации к размышлению. Миф, который мы будем разбирать сегодня, называется «Сварог и племя Дыева». Прежде чем мы приступим к исследованию данного мифа, я хотела бы кое-что пояснить. Для тех, кто не знает, кто такой наш батюшка Сварог, Сварог – творец нашей Вселенной, рождённый родом, мужская ипостась рода, царь небесный, хранитель Сварги Пречистой, отец богов Сварожичей, родитель небесного огня Семаргла. Он управляет временем нашей Вселенной, а также он установил законы для Вселенной и устроил её в соответствии с этими законами. Совершенный разум персонифицируется стихией огня, творящий наш мир через любовь Ладу Богородицу. Лада – это жена Сварога, женский лик рода. Далее я вам расскажу, кто такой Дэй, потому что это необходимо для дальнейшего изучения выбранного нами мифа. Дэй – сын Сидуни ирода, супруг Дивии, родил Диву Индру Чурилу. Это бог материального мира в противоположность Сварогу, богу духовного мира. Помогает почитавшим его добиваться власти, богатства, иных материальных благ. Но давал он всё в обмен на душу, то есть отвращал от почитания Сварога. Развращал тем, что люди забывали о духовных благах, стремились к обогащению любой ценой. И он всему не противоречил. Здесь содержится достаточно информации, поэтому пойдём дальше. Итак, немного информации о том, кто был Дэй. И к этому хотелось бы ещё кое-что добавить. А именно, я хотела бы сравнить сущности Велеса и Дэя. Оба они являются сыновьями рода, батюшки. Но Дэй появляется от рода и козы Сидуни. А Велес – хранитель душ славянских, наш первопредок. Он появляется от рода и коровы Зимун. Это две большие разницы. Если рассматривать этот вопрос через астрологическую символику, то всё становится ясно. Коза Сидуни символизирует знак Козерога. Изначальным управителем этого знака является планета Юпитер. Что нам известно о Юпитере из астрономии? Этот газовый гигант, находящийся в нашей системе Ирила Солнца, мог бы стать вторым Солнцем в нашей системе. Но ему не хватило немного массы для этого. В общем, не дотянул. Хотя претендовал на звание звезды. В соответствии с принципом, то, что внизу подобно тому, что наверху, герметическим принципом, Коза Сидуни родила почти Творца. Но ему не хватило силы духовной, чтобы стать таким Творцом, как Сварог. Что и рассказывается, кстати, в зерваницком мифе. Поэтому Бог, которому поклонялись греки под именем Зевс или Юпитер, это вовсе не Творец Вселенной, а получается Дый. Но он также не является владыкой материального мира. Он временно допущен к миру материальному по договору с Творцом. Кого интересуют подробности, могут почитать зерваницкий миф. Это слишком обширная тема, и в данном видео мы ее рассматривать подробно не будем. Далее, все, что касается Велеса. Корова Зимун, мать Велеса, Корова Зимун связана со знаком Тельца. Изначально управитель Тельца Солнца, то есть Творец, Дух. Из материи Зимун во Вселенной образуются звезды. Творец у нас один, а не два, как было когда-то задумано, но не получилось. Следовательно, Велес, как сын Зимун, имеет духовное начало, как и каждая хранимая им душа, способная со временем развиться в Творца. В этом смысле Велес противостоит Дею. Дей же может искушать души Велеса, чтобы паразитировать на них, но сам родить духовных существ не может, поскольку сам не является хранителем духовного семьи. В предыдущих видео было достаточно рассказано об этом. Итак, душа нашего народа, славянская душа, богата прежде всего не материальным, а духовным богатством, тем, что вечно, а не тленно, потому что в душе человеческой заложено зерно духа. Достаток же сам, материальный достаток, это не грех, а необходимые условия для существования в мире материи. Но оно должно быть заработано честным трудом, а не продажей души Дею. А теперь начнем изучать мир, миф подробнее. Как по сваргу небесную в Ирии Солетались дивные птицы, Собирались они, солетались, Обернулись о птицах сварожичей. Было в сварге у них столование, Было в Ирии пирование. День тот был в половину дня, Пир тот был во полу стола. Вдруг раскрылись окна высокие, И гремя буладными крыльями В гридню ратичи залетели, Все изранены, искалечены, Крылья их мечами иссечены. Опускались мы ниже сварги, Ничего в поднебесе не видели, Не заметили зверя рыскучего, Не заметили птицы летучи, Только видели, в чистом поле Собегались серые волки, То не волки в поле сбегались, Собралась дружина Чурилова. В реках рыбу они всю повыловили, Всех зверей в дубравах дремучих, В синем небе всех птиц летучих. Для стола сварога добычи нет, Для сынов сварога приносу нет. Поднималась дружина Чурилова В небо синее соколами, С ними бились мы, ратовались, Но побил нас мощный Чурилов. «Кто таков Чурила?» Спросил сварог. И ответил сварогу барма. Чур живет ни в сварге, ни в Ирии, А у реки, у уравики, у уральских горы. Он сын Дыя небесного, Индры брат. У Чурила двор на семи верстах, И стоит тот двор на семи столбах, А вокруг двора тын булатный, В середине высокий терем. Гридни в тереме белодубовые, Пол покрыт седыми бобрами, Потолок покрыт соболями, В гридни матится вся чеканная И серебряные скамеечки, В потолочке сияет месяц, И рассыпаны звезды частые. Итак, сварог со сварожичами Радуются в Ирии, идет пир. Но на этот раз пир идет полдня И в полстола, что значит, Не поступает на стол сварожий еда. Тогда в мир поднебесный, Который ниже сварги, Как говорится в мифе, Отправляют несколько сварожий, Чиратников, посмотреть, Что происходит в мире поднебесном. Они сталкиваются с неким племенем Чурилы, И видят, что те выловили с пера у всех птиц, Затем всех зверей, Затем всех рыб в реках. И мало того, вступили в бой со сварожичами И прогнали их. Разберем подробнее эту часть мифа. О какой пище, приносящей радость, Веселье сварогу и сварожичам, Идет речь? Не будем же мы думать на самом деле, Что наш батюшка-творец и боги-предки Питаются дичью в сварге небесной. Конечно, нет. В мифах все основано на символике, И миром управляют символы. Все основные законы описываются через символы. Пища. Это пища духовная. То есть, в Ирии стало меньше свароговой радости, Потому что некие темные силы Выловили всех птиц, Затем зверей, затем рыбу. Что это значит? Птицы есть суть мысли, Духовные образы. То есть, под воздействием этих темных сил Люди перестали думать о Боге, Перестали разговаривать с Ним, Обращаться к Нему. Исчезли духовные и светлые образы. Далее, к чему это приводит? К тому, что вылавливают всех зверей, То есть, завладевают царством инстинктов. Овладение темными силами царствами инстинктов Приводит к тому, что исчезает рыба. В нашей культуре рыба всегда была связана С плодородием, с зачатием и рождением детей. Вогиня Рожана символически связана с рыбой. Таким образом, мы делаем вывод, Что в мире поднебесном Перестало рождаться потомство у людей. Нашего сварогу батюшки Лишили многих радостей, Потому что, когда его дети помнят о нем, Думают о пище не только материальной, Но и духовной, когда рождаются дети во славу рода. Это и есть пища и радость для нашего родителя. Далее, Бог молитвы и слово Барма Рассказывает сварогу, кто такой Чурила. И мы узнаем, что это не сварожич, Так как он не живет в Ирии, А живет он в мире поднебесном И наводит тень на плетень. Причем атакует птиц сварожичей, То есть, затыкает рот любому, Кто начинает что-то говорить о Боге. Запомним этот момент, связанный с Бармой, Потому как в следующих мифах Будет описана месть Чурилы Барме За то, что он раскрывает правду о нем сварогу. Осерчал сварог царь небесный на Чирилушку, сына Деева. Он собрал несметную силу и созвал крылатых сварожичей. Крылья ясов рати чей медные, А на крыльях перья буладные. Но не сокола с неба падали, То слетали рати небесные. Их встречали витязедые, Великаны, волоты, чура. Все народы дивные, чудные, Белокурые, белоглазые. У тех воев латы из олова, Их мечи секиры серебряные. Но острелы их чисто золото, А кафтаны их черно-бархата, А сапожки их до зелен сафьян. В этой части мифа описаны слуги Дея, С абсолютно белыми волосами и белыми глазами, Одеты в богатую одежду, Серебро и золото, Бархат и сафьян. И оружие их, Их луки, Их стрелы, Это золото. Их мечи секиры серебро, То есть, каким оружием берут слуги Дея? Золотом и серебром, Бархатом и сафьяном. При этом они одеваются в богатую одежду. Тогда как у сворожичей мы видим, Все очень просто. И нагнал Дея отец тучи темные, Закрутились пыльные вихри, Забурлили и вздулись реки, И ломались тубы и сосны. Неболь падает, Горы ль рушатся, Раступается ль мать сыра земля, То сворог с семарглом сворожичем Бьют по рати Дея перунами. Вырывали они деревья И дубами волота вбили, В них бросали горы и скалы. И раскрылась мать сыра земля, И разверзлись горы уральские, Войско Дея его поглотило, И проклял сворог дивный люд. Он простил лишь чуть белоглазую, Что сворожичем покорилась, Оттого проклятия сворогова Лица дивьих людей стали черными, Белые волосы почернели. Заточил сворог царь небесный В тех уральских горах Племя Дея, И раздался голос Всевышнего Здесь сидеть вам народом Деевым До конца сворожьего круга. Итак, происходит битва, По описанию в мифе Больше похожая на ураган, Сильный грозой и землетрясение. Идея его войска проваливается под землю, Их лица и волосы чернеют. Сохраняется лишь один народ, Который переходит на сторону сворога, То есть на сторону света. В этой битве побеждают силы света. Как, впрочем, и в каждой битве в конечном итоге. И сказал сворог Дею батюшке, По велению бога все станет так, Мы ж заключим мир и устроим пир. И пришли сворог со Семарглом, Дей с Чурилой в хоромушке Деева, Дей отец сворога и ратичей Сам сажал за стол белодубовый, Он гостей угощал, Кубки им наполнял. А Чурила сын Дея догадлив был, Забирал ключи золотые, Открывал подвалы глубокие, Из подвала брала злато-серебра, Подносил дары он сворожичем, Пред сворогом Чур низко кланялся. Я отныне тебе, царь небесный, Служу словно Дею, родному батюшке, И сказал сворог, Гой еси молодец, Будешь ты отныне вырежить, Будешь войске сворожьем, Отныне служить. После битвы сворог заключат мир с Деем. Как говорится, Лучше плохой мир, чем хорошая война. Чурила же преследует свои цели. Он не может принять волю Всевышнего И смириться с поражением. Но пока он подлизывается к сворогу, Затаив камень за пазухой. Сварог, конечно же, все знает, Однако позволяет Чуриле служить в своем войске. Сварог дает Чуриле шанс, Возможность проявить себя и свой выбор, Возможность сделать правильный выбор, Служить свету. То есть даже врагу дают шанс Измениться и избежать смерти. Но чем это закончилось, Мы узнаем и в следующих мифах. А пока вернемся в Ири. Бог отнес сворога и чурилую во небесный рийский сад, И сказал сворог, Будет пир горой. Примладой же чурилушка Деевич Стал по гридне сворожье похаживать И кудрями злотыми потряхивать. Кудри желтые рассыпались, Словно скатный жемчуг катались. Засмотрелась на чура лата И сказала такое слово, Помешался во мне светлый разум, Помутились ясные очи, Глядя на красу на чурилову, На чуриленные желтые кудри, На его золоченые перстни. И сказал сворог царь небесный, Это дый застилает очи, Эта ночь застилает разум, Прочь уйди от стола чурила, Послужи ко мне зазывателем, Созови гостей на почестен пир. И пошел чурила по Ирию Созывать гостей на почестен пир. Он ходил по саду урийскому, Золотыми кудрями встряхивал. Кудри желтые рассыпаются, Словно скатный жемчуг катаются. И зашел чурилушка к барме, Да к жене его, к аторусе. Тут немного он призамешкался. Долго ждал сворог сына Деева, Много ль, мало ль, минуло времени, Возвратился в гриню чурилушка. В этот раз сворог не корил его, Только чур вошел, Снова пир пошел. Очень интересная часть мифа. Во-первых, здесь описывается Дьявольская красота чурилы, Плюс его золоченые перстни. Он такой притягательный, Что даже Лада-матушка Засматривается на него, И у нее ночь темная Застилает разум. Матушка Лада все-таки эмоционально, Душевная составляющая рода. Ее можно увлечь на внешнюю красоту И золоченые перстни. Ну тут имеется в виду Не конкретно Богородица, А наша душевная составляющая, Которую легко соблазнить, Что и делая Дэй. Эта составляющая имеется В каждом человеке, Как в мужчине, так и в женщине. Однако дух, или сварок, муж, Расставляет все по своим местам. Ужон-то понимает Истинную цену красоты чурилы. И далее мы видим намек на то, Какую именно месть Придумал чурил об армии, И для чего он попросился Жить в Ирии на самом деле. Продолжение будет в следующих мифах И видео. А я желаю вам слушать Не только вашу душу, Но и не терять духовных ориентиров. Благодарю за внимание.